Знамя соревнований Сейчас за смену фрезеруется 340 корпусов, втрое больше, чем раньше Статановец Яков Петрович Фанасинов, недавно демобилизованной из армии, обслуживает одновременно два станка 1 мая завод заканчивает 5-мисячную программу выпуска карбюраторов для советских автомобилей Магнитогорские сталевары вызвали на социалистическое соревнование металлургов московского завода «Серп и молот» Знатный сталевар магнитки Алексей Корчагин на Мартеновской печи номер 4 сварил полтора стоплавок без ремонта печи В дни предмайской трудовой вахты стахановец Мухаммед Зинуров дал сверх плана несколько сот тонн стали Своим опытом скоростных плавок Зинуров недавно поделился с московскими друзьями Он побывал в гостях в Мартеновском цехе «Серпа и молота» Сегодня от московских сталеваров пришла телеграмма Поздравление с первомайским праздником и пожелание новых успехов стахановцам Магнитогорского комбината имени Сталина В районе Соликамска залегают 18 миллиардов тонн калийных солей Больше чем во всех месторождениях мира Григорий Алексеевич Андрикевич лучший бригадир проходщиков Соликамского комбината Разработал свою систему расположений шпуров Его бригаду становила всесоюзный рекорд по проходке Стахановец Сильвестр Николаевич Фишов работает и на врубовой машине и электробуров Машинист Федор Егорыч Шушаков управляет первым на калийных шахтах комбайном для проходки штреков Этот агрегат заменяет 50 проходчиков Одна тонна калийных удобрений повышает урожайность сахарной свеклы на 25 центнеров с гектара Картофеля на 15 центнеров Комбинат успешно выполняет ответственный заказ Дать в нынешнем году полтора миллиона тонн калийных удобрений для колхозных полей В Ленинграде в предмайские дни был поднят флаг весенней ярмарки Цена на многие продукты в шесть раз дешевле, чем на прошлогодние осенние ярмарки С утра до вечера в ярмарочном городке праздничное оживление Продолжение следует...